Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Чтобы оставлять меньше следов, общались через мессенджер Телеграм, а деньги передавали во время рукопожатия. Прокуратура раскрыла подробности громкого дела гомельских таможенников. Напомню, на прошлой неделе суд огласил приговор. Обвиняемые получили большие сроки с конфискацией. На этих кадрах оперативной съемки сотрудники таможни находятся вблизи деревни Селища на дежурстве в составе мобильной группы. Здесь, по версии следствия, они получали взятки за беспрепятственный проезд фур. Фактически, на протяжении нескольких лет таможенники не выполняли свои обязанности. Группа предпринимала меры конспирации для того, чтобы ее не вычислили. Руководитель проводил инструктаж, соответственно, и общались они между собой посредством мобильных приложений, мессенджера Телеграм, Вайбер. Неофициальная пошлина составляла 40 долларов с водителя. В основном платили те, кто перевозил сельхозпродукцию без документов. Например, украинское сало везли десятками килограммов. Кроме того, что денежные средства передавались посредством рукопожатия, также у нас по материалам дела установлена одна гражданка, работающая в кафе по соседству, которая выступала посредницей. Самый длительный срок из назначенных по этому делу 13 лет. К 11,5 годам приговорен экс-начальник оперативно-поискового отдела. Остальные на сроки от 3 до 8 лет. Постановленный приговор в настоящее время нами изучается, и решение о принесении протеста будет принято в течение 10 суток. Могу сказать, что в целом государственные обвинения согласны с назначенным судом наказания. По словам родных обвиняемых и их адвокатов, они с приговором суда не согласны. На данный момент уже подана одна апелляция. В Реческом районе пожар унес жизнь одного человека. По предварительной версии причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Возгорание произошло в жилом доме в деревне Лиски. К моменту прибытия спасателей пламенем была объята крыша. Пожар удалось ликвидировать. При разборке обрушившихся конструкций на чердаке был обнаружен труп 84-летнего пенсионера. Еще одна трагедия накануне произошла в Светлогорске. В Березине в районе Старого пляжа утонул 26-летний мужчина. Предшествовало инциденту употребления спиртного. После очередных 100 граммов молодой человек полез в воду в запрещенном для купания месте. Примерно на середине реки он начал тонуть. Когда на место прибыли работники освода было уже слишком поздно. Таков взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.